Здравствуйте, я Ольга Тотская. В эфире программа о законах, регламентирующих нашу жизнь. В ближайшие 15 минут расскажем о работе депутатов областной думы, новых законах и законодательных инициативах, которые обсуждались на этой неделе в стране и в нашем регионе. На этой неделе состоялось внеочередное заседание Новгородской областной думы. Депутаты собрались, чтобы заслушать отчет губернатора региона о проделанной в минувшем году работе. Очевидно, что главным итогом ушедшего 20-го стали результаты борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Андрей Никитин заверил, с этим испытанием Новгородская область справилась. Мы только на девятом месте в стране по приросту смертности. В большинстве регионов потери, к сожалению, гораздо хуже. Конечно, несколько жутко, что нам приходится оперировать такими показателями. Но этот индикатор является самым объемным в нынешних реалиях. В первую очередь он свидетельствует о степени самоотверженности тех, кто оказался на переднем крае борьбы. Мы никогда не устанем благодарить наших медиков за их работу в 2020 году. И никогда не сможем смириться с тем, что некоторым из них эта борьба стоила самого дорогого – жизни. От COVID-19 в Новгородской области умерли 12 медицинских работников. Это медсестры районных больниц и амбулаторий, врач функциональной диагностики ЦГКБ, заведующий отделением инфекционной больницы, главный акушер-гинеколог. Глава региона перечислил умерших от коронавируса медиков поименно и попросил собравшихся почтить их память минутой молчания. Пандемия унесла жизни больше 120 жителей Новгородской области и обнажила множество проблем в здравоохранении. Поэтому развитие именно этой отрасли на ближайшие годы, по мнению губернатора, должно стать приоритетной задачей для органов власти. И к ее выполнению в регионе уже приступили. В восьми детских поликлиниках, областной инфекционной больнице, а также в Шимской, Новгородской и Хвойнинской ЦРБ завершены ремонтные работы. Почти 620 миллионов рублей потратили на медицинскую технику, в том числе высокотехнологичную, компьютерные томографы, эндоскопическое оборудование. А в этом году для сельской местности и райцентров собираются приобрести более 250 единиц различной аппаратуры. Томографы, мамографы, рентгеновские аппараты, системы УЗИ. Считаю, что мы должны пойти еще дальше и найти возможность подключить ресурсы регионального бюджета. Поручаю закупить дополнительно тяжелое медицинское оборудование на сумму более 600 миллионов рублей для Новгородской областной клинической больницы, областной детской больницы, центральной городской клинической больницы Великого Новгорода, Старорусской ЦРБ. Для Старой Руссы в том числе будет приобретен новейший компьютерный томограф на 32 среза, который позволит выполнять КТ-исследования для 7 с лишним тысяч жителей. Но депутат Александр Кашицын, который в Старорусской ЦРБ работает в должности врача-хирурга, поспешил возразить главе региона. Этого клиники недостаточно. Нужно построить лифт, открыть сосудистый центр, оборудовать и лицензировать лабораторию для проведения тестирований. По мнению парламентария, Старорусской больницы уделяется меньше внимания, чем другим медучреждениям. Конечно, благостно слышать сегодня, что вот мы там завтра, послезавтра мы там оснащаем областную больницу, мы оснащаем онкологический госпиталь. У нас должны быть общие права, которые должно, образно говоря, поддерживать государство, и вы, как государев-человек, должны, в первую очередь, нам это обеспечить. В чем меня нельзя упрекнуть? Не было года, чтобы в Старорусской ЦРБ что-то не ремонтировалось, не покупалось и не строилось. Начиная с 2017 года. Каждый год у вас что-то новое открывается. Я прекрасно понимаю, что это одна из наших ключевых больниц, что это больница, которая весь наш юг, по сути дела, это межрайонная больница. Я понимаю, что мы, хотя и делаем немало, но еще не все сделали, я с вами здесь абсолютно согласен. Вспомните, что было, когда у нас все область была в долгах, когда долги медицинских учреждений там под миллиард были. Нам тогда президент с вами помог, и мы еще с вами там около 200 миллионов из регионального бюджета. Вместо того, чтобы делать ремонты, строить лифты и покупать какое-то оборудование, мы с вами разбирались с накопленными вот этими проблемами, которые были. А представьте, что бы было, если бы мы вдруг вот этого не сделали перед ковидом. У нас бы в ситуации, когда там за три дня заполнялись отделения больными, еще бы долги висели, картотека и учреждения, ничего купить бы не могли. Андрей Никитин пояснил, что в вопросах оснащения больниц министерство ориентируется на заявки главных врачей. Перечисленные Александром Кашицыным потребности правительству известны, но воплодить все идеи одномоментно пока невозможно, нужно время. А также жесткий контроль за средствами, которые выделяются на здравоохранение уже сейчас. Губернатор призвал в поселениях, где строятся ФАПы, привлечь к работе общественный контроль, чтобы следить за подрядчиками и вовремя докладывать о возможных нарушениях. Ведь, цитата, строить нужно для пациентов, а не для отчетности. Стоит продолжить и грамотную кадровую политику в медицине. Впервые в прошлом году количество медиков, ушедших на пенсию или переехавших в другие регионы, сравнялось с числом устраивающихся специалистов. Во многом этому поспособствовала программа выделения жилья врачам, широко известный земский доктор и введенная компенсация за обучение в ординатуре. Помогли и федеральные надбавки за работу в красных зонах. Общая сумма составила 720 миллионов рублей. Кроме того, мы с вами приняли решение о дополнительных выплатах из средств регионального бюджета, получателями которых стали 14 364 работника медицинских организаций. Включая костелянш, водители и уборщиц, других работников, которые не попали в федеральные выплаты. Всего из областного бюджета на эти выплаты были направлены свыше 420 миллионов рублей. Но не только медикам в период пандемии оказывалась помощь государства. В той или иной мере ее получил каждый третий житель Новгородской области. Это работники социальной сферы, предприниматели, педагоги, семьи с детьми. 20-й год был вызовом. Вызовом, наверное, каждого из нас. Потому что эти вызовы внесла пандемия, которая пришла в нашу страну и в нашу Новгородскую область. В результате мы приняли очень многие нормативно-правовые акты, которые касались именно здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса. Я благодарю наших депутатов, потому что они откликнулись на все эти инициативы губернатора, которые касались жизнедеятельности нашего Новгородской области. Хочу выразить огромную благодарность Андрею Сергеевичу, потому что он поддерживал инициативы и депутатов. В том числе это именно компенсация нашим уважаемым учителям за пользование интернет-связи во время пандемии, во время дистанционного образования. Конечно же, это выделение средств для того, чтобы наши врачи, которые сейчас учатся в ординатуре, конечно, приезжали и работали в нашей Новгородской области. Также жителями региона заключили больше 6,5 тысяч социальных контрактов, по которым людям, попавшим в кризисные ситуации, помогли получить образование, трудоустроиться, открыть свое дело. Учитывая членов семьи участников проекта, по сути, удалось улучшить благосостояние двух десятков тысяч наших земляков. Это хороший результат, но, безусловно, хотелось бы большего. А значит, нужно искать скрытый экономический потенциал, поддерживать существующие производства и привлекать инвесторов. Какие конкретные меры предполагается направить на привлечение инвестиций в нашу область, создание новых предприятий, ну и, соответственно, новых рабочих мест? В ТСР Боровичи сейчас строится инфраструктура. Это федеральные деньги и большое региональное софинансирование, которое позволит дополнительно еще от четырех до семи предприятий разместить в индустриальной зоне преображения. То есть в Боровичах появляется серьезный новый промышленный кластер в дополнение к тому, что там уже есть. Чуть медленнее, но тоже развивается ТСР Угловка. То есть в основных параметрах он как бы вписывается. Основной вопрос, основная задача – это создание особой экономической зоны в Новгородском районе. На сегодня уже семь предприятий подписали финансово значимые обязательства по инвестициям именно в этом муниципалитете. Общий объем – порядка 8,5 миллиардов рублей. Серьезные инвест-планы озвучил и Акрон. Химкомбинат планирует вложить в свое развитие в 2021 и ближайшие годы 140 миллиардов рублей. Не забывают в регионе и о малом бизнесе. Пандемия дала понять, какой вклад делают предприниматели в экономику субъекта. Правда, деятельность бизнесменов следует не только поддерживать, но и контролировать. Например, в лесной отрасли, которая требует срочной декриминализации. Все-таки 2020 год был сложным для леса, нового комплекса. Ну и отдаете ли вы вот так же внимательно ли работаете над получением дохода от леса, от лесообработки? А для самозанятых это большой, для малого бизнеса большой, там вариации много. Вот, Андрей Сергеевич, обратите внимание на это. Общая совокупная оценка нашей работы, работы нашей лесной отрасли – это 14-15 место в стране. Хотя, безусловно, проблем там немало, но тем не менее, вот по совокупности показателей, в том числе и доходов, которые приносит лесная отрасль, мы за последние три года выросли, по-моему, с 60-х мест на 14-е по оценке федерального рослесхоза. По малому бизнесу у меня позиция очень простая, по лесу. С одной стороны, мы, безусловно, должны малому бизнесу давать возможность работать в лесу. С другой стороны, это должно сопровождаться абсолютной законностью со стороны малого бизнеса. А, к сожалению, нарушений там немало. Тему нарушений закона продолжил и депутат Вячеслав Степанов. На обеспечение безопасности образовательных организаций выделяется очень мало бюджетных средств. А администрации этих учреждений своими силами организовать охрану по всем введенным нормативам часто просто не в состоянии. Бюджет, когда принимали, мы говорили об охране образовательных организаций, цена вопроса там называлась примерно миллиард рублей. Вот на понимание по Старорусскому муниципальному району этот год требуется порядка 38 миллионов. Значит, в бюджетах областном и муниципальном заложено 3,5 где-то. А вот штрафов с декабря прошлого года, по сегодняшний день, уже на миллион 50 тысяч. Андрей Никитин не стал скрывать, его эта ситуация тоже очень беспокоит. На государственном уровне устанавливаются нормативы без учета особенностей каждого региона. И требования эти довольно часто не обоснованы, а их соблюдение бюджету обходится очень дорого. Я вам приведу пример один, не из нашего региона, но из похожего. Значит, школа в школе, значит, сидит там ветеран, бывший сотрудник, условно, с берданкой или там с палкой, да. Значит, по новым нормативам нужно его уволить и поставить кнопку вызова Росгвардии. Только ближайшая Росгвардия в 200 километрах оттуда, от этой школы. Школа в лесу находится, сельская школа. Кто эти нормативы писал по антитеррористической защищенности? Никто нас не спрашивает, никто с нами не советуется. Этот вопрос мы ставили перед президентом. Есть поручение наладить эту систему правительству. Я надеюсь, что это поручение будет выполнено. Я могу вас, коллеги, ознакомить с письмом. Это поручено Собянину как главе общей системной комиссии Госсовета. Мы написали ему в письме, сколько за год добавилось расходов, не согласованных с нами. Добавилось расходов, которые не всегда вообще эффективны в нашей ситуации. То есть вот это ведомственные акты, а давайте поменяем норматив. Поменяли. Ну и, конечно, в ходе отчета речь зашла о самом приятном и значимом итоге 2020-го. Город Боровичи удостоен высокого звания «Город трудовой доблести». На днях было принято решение установить посвященную званию «Стелу» на площади Володарского. Уже обсуждается дизайн памятного знака и проекты благоустройства территории. Это, безусловно, очень высокая оценка того трудового подвига, которое совершило покорение боровичан, трудившиеся беззабетно и самоотверженно на предприятиях и госпиталях боровичей в годы Великой Отечественной войны. Апрельское внеочередное заседание, скорее всего, станет последней встречей губернатора с областной думой в нынешнем составе. В сентябре депутатский корпус ждет переизбрания. Андрей Никитин поблагодарил парламентариев за совместную работу и выразил надежду, что и седьмой созыв Новгородской областной думы продолжит трудиться в тесной связке с региональным правительством. Не бывает идеальных результатов. Всегда есть абсолютно справедливое поле для критики. Всегда есть какие-то вещи, которые и сам, смотря назад, ты думаешь, что мог бы сделать лучше. Но этому составу областной думы, вам, уважаемые коллеги, я искренне благодарен за критику, за замечания, но и за поддержку во всех принципиальных вопросах, которые у нас были, за действительно работу в этом году, за те решения, которые мы с вами принимали, там, пойдя на увеличение дефицита областного бюджета, формируя областной резервный фонд, принимая решения о дополнительных выплатах. Спасибо. И я вас заверяю, что свою дальнейшую работу я буду стараться продолжать с той же ответственностью. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет, и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Будь здоровы, берегите себя, и помните, что главное в законе не его слова, а его смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова